Привет всем! Я Татьяна Гребенюк и это самая музыкальная программа Клип Мания. Они антигламурные и веселые. Ежеминутная борьба с собственными комплексами делает их неординарными и запоминающимися. Вместо изысканной концертной одежды они выбирают простой спортивный костюм в стиле индейцев майя. Группа Дзидзио собирает стадионы и бьет рекорды по просмотру их видео в ютубе. А мне, а мне, а мне повезло! Я счастливый, а мне, а мне повезло! Только сольный концерт на стадионе «Арена Львов» собрал более 25 тысяч зрителей. А большое концертное шоу в Киеве объединило фанатов из всех уголков страны и даже иностранных поклонников. Михаил Фома, лидер и вокалист группы, в своих монологах, благодаря которым получил первую известность, использовал надсянский говор. Дзидзю на западном диалекте означает «дед», и его накладная борода говорит сама за себя. Дзидзю – украинская группа, созданная в городке Новояворовск Львовской области двумя артистами – Михаилом Фомой «Дзидзю» и Олегом Турком «Лесик» при поддержке земляка Андрея Кузьменко. Дзидзю – украинская группа, созданная в городе «Арена Львовской области» и «Арена Львовской области». Именно поэтому Дзидзю так часто называют Кузьму своей первой учительницей. Вскоре после появления письм Кузьмы старой фотографии в необычном исполнении Дзидзю, новый музыкальный проект уверенно вошел в медийное пространство Украины. КОГОЖ ВОН ОПУСТИЛ, КОГОЖ ПИДНЕЛ, А Я НА КОГО ВЗАГАЛИ ЗАБИЛ. СТАРИ ФОТОГРАФИИ НАСТЫЛ, РОСКЛАДЫ. ДИКЯЧУ ИСТОРИИ СМЕШНЫ, РОСКОЖЕ. И СПРАВНИМ ДРУЖЯМ НЕ ЗАБУТЬ ПОДЗВУНИ. В интернете Дзидзю стал популярным благодаря его широко известным монологам о свинье Мэйсон, который является идейным вдохновителем группы. И был у него добрый коллега. Мэйсон. Интеллигент-романтик, який дуже любил їсти хрущев. Мэйсон. Мэйсон. Коллега мой ненаглядный. Фан-клуб группы в социальной сети ВКонтакте является крупнейшим в Украине и превышает 200 тысяч участников. За год количество просмотров роликов группы только на официальном канале Дзидзю в Ютуб превысило 11 миллионов зрителей. На сегодняшний день в составе группы трое музыкантов Дзидзю, Лесик и Юлик, работающих в жанре комедийный анти-гламор. На старая машина, чтоб ездить в село, а друга в салфане, стоит чепоти шоу. А лапы шла в родину, родина не хрута, але то не проблема, для мене це фигня. Клипы на песни «Ха-ха-ха», «Кадиллак», «Я» и «Сара» уже получили свою популярность и продолжают набирать количество просмотров с бешеной скоростью. Идь собі в банти ганяй! Я тепер худший чувак, маю чорний кадиллак, маю чорний кадиллак, маю чорний кадиллак. Мене ціцю номера, помахай мені, папа! А, например, песня «Гопа-гопа» была перепета польскими групами «Кливер» и «Лэдддэнсер». Талисманом групи ребята считают девушку надежду, Которая снялась в каждом их клипе. Ей была посвящена песня «Надежда». Но сегодня мы поговорим о другом клипе музыкантов. Под одноимённым названием «Паук». Автор сценария – режиссёр-постановщик Дидьо. Второй режиссёр – Тарас Дронь. Дидьо, как всегда, оригинальны в своём творчестве. На этот раз мега-популярное трио «Дидьо», «Лэсик» и «Юлик» спели песню о «Пауке», Которого Дидьо назвал «Богдан». Я назвал его «Богдан», «Він молод, як семадар». Боя бос всех павуків, він йомух і комарів. Хавал мене прямо з рук тресерований павук. Боя бочка бос всех павуків, він йомух і комарів. Хавал тоса, не шо я, шкода батьки вже нема. Исторія о реальном пауке, живущему Дидьо под кроватью, Который ел мух і комарів прямо з рук. Я його научила даже воду в туалете сливати за собою. Короче, всё, как у людей. Ми – настоящі друзі. Но Бодько привёл себе под кровать женщину, і хлоп – пропал. Боя бос всех павуків, він йомух і комарів. Хавал мене прямо з рук тресерований павук. Интересно, що сценаристом і режиссёром видео на пісню «Паук» Уже не впервые выступил сам Дидьо. Это його вторая режиссёрська видеоработа после короткометражного фильма «Письмо к Николаю». А помогал йому Тарас Дронь со своей командою «Норд Продакшн». І вражці не стерпіла, і шаширони підлила, і Бодько отруїла, і Бодько траву в шляху. Боя бос всех павуків, індю, мух і комарів. Хавал мене прямо з рук тресерований павук. Друз'я Бодько паука Дзідзю Лесик Юльк і Вова Помогут йому принять правильне рішення В этой нелёгкій жизненій ситуації. Бодько бос всіх павуків, індю, мух і комарів. Хавал то, саме що я, шкода бодьки вже нема. Боя бос всіх павуків. Мы продолжаєм. Наша следующая рубрика «Крейзи Ньюз». Бувшая солистка групи «Серебро», а ныне сольная исполнительница Елена Темникова, спродюсировала свой первый сольный сингл «Зависимость». Певица отметила, что трек посвящён её любимому мужу. Такого я не испытывала никогда. Подруги говорят, что это больная любовь. Я не врач, но у меня мышцы сводят судорогой, когда я его касаюсь. Лечиться не хочу и не могу остановиться. Это моё чувство сумасшедшее. Я с твоим именем на устах. Ты знаешь слабые мои места. И снова я тебя прощаю. Любить без памяти только так. Сменять порывы, крик и шёпотам. Композиция является синтезом танцевальной и поп-музыки. Специально к релизу сингла было выпущено лирическое видео, придуманное Темниковой. Твоя вина в моей зависимости. Перед тобой след нести. Больше нет сил. Пойми вся суть моей верности. Меня прости за мою слабость. Твоя вина в моей зависимости. Если вы пока не решили снять клип, посвящённый вашей второй половинке, тогда загляните в нашу группу Клипмания ВКонтакте и напишите нам о ваших любимых клипах. Любите музыку и друг друга, а мы всегда добавим нотку хорошего настроения. Всегда ваша Татьяна Гребенюк. Кто к кому когда пришёл, кто чего нарушил. Всё известно хорошо бабушкам-старушкам. Подкачают головой строго и сурово. И боится их порой даже участковый. И боится их порой даже участковый. Бабушки, бабушки, бабушки-старушки. Бабушки, бабушки, ложки на бабушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Только так вас понять мы, увы, не знаем. Только так вас понять мы, увы, не знаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok